Погнали! Давай, пожалуйста, выпадешь, что это нормальная. Сука, вэмка, дай в рот тебе ебал, пи***рас. Ммм, блядь, гангон. Ты чё, сука, охуел, блядь? Ты чё, блядь? Пи***ила ебанная, это чё за ху*** она, ху***? Две золотые вэмки? Две золотые вэмки? Во, вы пидар***ца, а? Во, придумали, бля, ху***ну. Золотой калаш, нахуй! Оху***на, оху***на, дайте лизну лысину, ху***ну, ху*** ты, пидар***ц, что это за ху***ня, блядь? Это ху***ня, нахуй мне твой калаш нужен? Он ху***ня, понимаешь? Ху***на, пи***ец. Ой, да ну нахуй, серьёзно? Блядь, я думал, что-то другое выпадет. Сука, пи***я, тут просто пи***я. Вот вы, ублюдки, нахуй, сука, блядь, пи***е, говно собачье. Ну как она чё-то за ху***а, ну? Я не понимаю, как можно быть такими пи***цами. Чё за ху***а? Да ну нахуй, золотой дигал, нахуй. Сука, блядь, хэдшот бы кому-нибудь поставить, кто, сука, эту ху*** не усознал. Блядь, и вот же пи***ц, а? Ну это же просто наебало. Не падай, не падай, тихо, 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 не падай. Если ты ещё не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер вип-ускорителей. В два раза быстрее ты сможешь апнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружия и просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акций, где тебе будет давать в два раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! Всем привет! Меня зовут Серёга и сегодня мы обсудим такую, знаете, наверное, больше печальную тему, но может быть не печальную, потому что, наверное, скорее всего будет продолжение, как вы, наверное, скорее всего знаете, зимняя охота с этого дня, где-то, может быть, час уже официально закрыться и, к сожалению, в неё нельзя будет поиграть, заработать боевые очки за то, что просто играешь в паблики и получить халявные пушки и всё такое. Знаете, зимняя охота у меня связана очень много всяких ярких, хороших моментов и кто, как не я, может высказать итоги этой зимней охоты, да и вообще своё личное мнение в целом об этом всём деле, потому что действительно зимняя охота была чем-то вот таким вот хорошим, чем-то новым в нашей игре. Знаете, когда её только добавили, точнее, анонсировали, сказали, что можно будет получать золотые пушки, ещё какую-то херню, естественно, я такой, вау, это круто, всего 300 рублей и можно будет столько всяких плюшек получать. Потом в итоге понял, что эти плюшки нифига не получить из-за всяких лагов, люди писали всякие петиции, остальную херню подписывали, чтобы это всё дело исправили и реально все жалели, что даже 300 рублей потратили на эту херню. Но в итоге потом админы довели это дело до ума, они сделали, что реально за каждый бой, как минимум, тебе дают одно боевое очко. И серьёзно, я знаю, много людей, которых копили по 50 тысяч очков, фармили люди очки, реально админы не пресекали фарм, они за фарм боевых очков не бали, ничего не делали, и реально люди, которым это нужно было, нафармили себе кучу очков, многие люди просто в арбум открывали, япнули себе тоже там много боевых очков. И открыли, к примеру, всю зимнюю охоту, и может быть кому-то повезло, кому-то не повезло, кто-то выбил АК-47, кто-то не выбил, кто-то выбил КТАР, СФУ, хотя всё, что это было на торговой площадке, честно, я до конца буду думать, что это всё сделала администрация. Я очень сильно сомневаюсь, что людям больше золотого фабарма, топора, ТЗшки из доната могло хоть что-то выпасть, потому что на торговой площадке по 30 калашей, по 30 диглов золотых, и всего лишь раз в неделю появляется одна золотая пушка. Может быть, конечно, и ещё появляется, при том за 52 тысяч критов никогда не видел, что пушка хотя бы стоила там 30-ку кредитов. В начале я видел, что М-ку продавали золотую за 30-ку кредитов, но потом, походу, кто этот, кто продавал, понял, что, блин, он немножко, как бы, немножко вот, немножко вот приуменьшил, потому что я видел, что даже реально плохие золотые пушки, которые вообще ничем почти не отличаются от обычной версии, или они вообще нихера не популярны, им можно просто в игру закинуть и выбить эту же самую пушку, покупали за 52 тысячи кредитов. Видел, даже не золотые пушки покупали за 52 тысячи кредитов. В общем, давайте, друзья, подведём итог зимней охоты. Честно, я слил на неё очень много денег, вы знаете, открывал много золотых контейнеров, открывал более 500 штук боевых контейнеров, открывал ещё контейнеры со снаряжениями, и мне реально очень сильно известно, что и как с этой фигнёй получилось. Честно говоря, я не особо, как вы, наверное, понимаете, рад тому, что мне выпало в золотых контейнерах, не особо рад, что мне выпало в боевых, потому что с 500 штук выпала одна церковь, и то я продал её за 13 тысяч кредитов, как бы, подгончик кому-то сделал, потому что 13 тысяч кредитов для доната, это, мне кажется, или даже за 10 тысяч кредитов я её продал. Честно говоря, уже не помню, мне вроде бы только 10 пришло, но где-то так, я не думаю, что это особо дорого, потому что, если вы видели, как люди некоторые сиксауры, катаны за 20 тысяч кредитов выставляли, сиксауры за 50 тысяч кредитов выставляли, при том, что недавно там проходила акция, где можно было сиксаур получить за 300 рублей. Реально, этот сиксаур кто-то покупал, понимаете, так что за 10 тысяч кредитов от церковь это ещё как охереть, так что я не особо этим всем доволен, то, что мне выпало с 500 контейнеров, что мне с снаряжениями контейнерами выпало, что мне с золотых выпало, мне вообще ничего нормального не выпало, но в целом зимняя охота реально была удачным проектом, это действительно было что-то новое, это какое-то DLC в нашей любимой игре. Реально что-то интересное, админы затестили, я уверен, что дальше будет тоже что-то интересное, вы только представьте, даже для людей, кто не особо донатит, в принципе, 300 рублей 600 кредитов стоило допуск к зимней охоте, это реально копейки, это немного, для Warface это вообще немного, 300 рублей, мне кажется, есть у всех, как бы даже люди, которые не донатят, они находят хотя бы там 300 рублей, качаются по каким-то ссылкам, чтобы иметь хотя бы то же самое вип-ускорить или 300 рублей найти, чтобы, к примеру, иметь доступ к такому DLC, как, например, из CSGO, а это реально DLC, новая новинка Warface, действительно было что-то новое, интересное, ну, знаете, было что-то похожее, типа новогодних марафонов, типа с прошлого года, но нет, это было немножко более все дело продумано и интересно, и вы только, друзья, представьте, то есть люди могли, кто-то я видел, срывал и по-любому, кто-то из вас, может быть, один из вас, два из вас, неважно, люди в любом случае, хотя бы там 10-20 человек в день срывали джекпоты в 10 тысяч, боевых очков, в 5 тысяч боевых очков, просто они сыграли паблик, то есть за каждый паблик, потом, когда это все дело доработали, начали давать по одному боевому очку, по 2 боевых очков, это было реально круто, то есть люди могли спокойно, я за день спокойно нафармил 50 боевых очков, то есть я мог открыть один боевой контейнер или испытать 50-50 попыток в варбуме, может быть, кто-то скажет, что варбум это было полнейшим говном, мне, к примеру, в варбуме максимум вроде 40 боевых очков падало, но в любом случае это было приятно, мне не падало каких-то больших сумм, да мне, в принципе, и на самом деле не особо нужно было, но я верю, что людям, которые нуждались в этих боевых очках, кому-то и выпало, кто-то прокачал себе полностью уровень, кто-то получил себе кучу халявных пушек, вот такие вот задания, которые выполнял, потому что реально большинство заданий, точнее не заданий, а за то, что давали боевые очки, требовалось просто играть быструю игру, играть и ремки, быструю игру, и вам давались боевые очки, и вы на них могли копить их, открывать боевые контейнеры, еще всякую фигню делать, покупать, открывать себе уровни, и также получать халявные пушки, крутые пушки, вот эти зимние пушки, реально очень много редких, редкого оружия можно было получить благодаря зимней охоте, ну и конечно главное, просто главная заслуга зимней охоты, охоты, что открылось торговая площадка, реально тоже что-то новое и интересное, где люди могут продавать и покупать предметы, то есть продавать могли только те, кто участвует в зимней охоте, ну, естественно, потому что они, как бы, кто не участвует, они, у них нету просто в инвентаре, нифига. И реально многие люди понакупали себе хороших стволов, то есть всякие стволы зима, реально охеренные стволы, которые можно было получить только за марафон, и то не навсегда, там, на какое-то время маленький процент. То есть, понимаете, реально эти пушки за 100 критов продавались, калаши, скины, это все дело продавалось очень просто дешево. Я не говорю за всякие донаты и золотые пушки, что их там по 50 тысяч критов, это, понятно, зашкварно, но мы не цыгане, мы говорим про нормальные пушки, которые зимние, АК-103, там, остальные скины и все такое вот подобное. Реально продавалось дешево и просто очень понравилось, то есть я на твинка закупил, я все, что мне тоже выпадало продал, то есть люди обзавелись охеренными пушками, то есть у кого есть лишние деньги, могут купить на торговой площадке всякие все зимние пушки, я вас уверяю, они почти наравне с донатом, то есть калика вот эти вот, они охеренные, они реально охеренные, МС, МП-5, все зимние пушки, они реально классные, не знаю почему, люди их так недооценивают, они классные, они охеренные, продают их за 100 кредитов, 200 кредитов, это просто охрененно. И я хочу поддержать своих коллег-ютуберов, которые предложили ввести дополнение к зимней охоте, то есть не дополнение, ну а тоже когда-нибудь, что ввели какую-то операцию, то есть как зимняя охота, то есть с вот такими всякими кучами заданиями, заработать, можно разрабатывать боевые очки и подобное, чтобы тоже можно было выиграть новые пушки, выставить их на торговую площадку, потому что понимаю, что торговая площадка сейчас останется, но в любом случае какие-то пушки, призы на них закончатся, потому что вместе с зимней охотой, естественно, все мини-игры и остальное все убрали, то есть у людей когда-то закончится их инвентарь, но я опять же предлагаю админам ввести, чтобы можно было выставлять на торговую площадку пушки, которые находятся у вас в корзине предметов. Думаю, у людей есть нормальные пушки, кинскины за какие-нибудь акции в этой самой корзине предметов, и они также смогут их продать. Мне кажется, ничего трудного не будет, и будет просто отлично. Мои коллеги по ютубу предложили вести летнюю охоту, и я их поддерживаю. Конечно, летняя охота звучит немножко как-то по-идиотически, но я надеюсь, что админы ведут что-то подобное зимней охоте. То есть, она закончилась, она была долгой, реально она была хорошей. Главное, претензии к админам, что на начальном этапе она была очень логучая, очень много проблем, что люди реально бомбили, что они слили целых 300 рублей на эту херню, и не получили того, за что они, в принципе, деньги потратили. То есть, нормальную систему, которая будет нормально считать очки и засчитывать задания. Единственное то, если админ наконец-то когда-то введут такое продолжение, я надеюсь, что они сделают, потому что давайте, друзья, поддержим это видео лайками, расскажем друзьям, чтобы админы поскорее посмотрели, рассмотрели эту идею и скорее добавили не важно, летнюю охоту, не летнюю охоту, главное, чтобы добавили то же самое, как зимняя охота. То есть, что-то было похожее, чтобы люди могли просто играть в быструю игру, получать очки, открывать какие-то боевые контейнеры, продавать на торговой площадке новые призы. Это реально интересно, это людям понравилось, это что-то новое, да и в любом случае, даже если у человека нет денег, как бы много розыгрышей есть, а также можно выиграть доступ к зимней охоте, да и в принципе 300 рублей, не думаю, что дорого, знаете, можно только подумать, сделать дешевле, например, пропуск 100 кредитов, 100 рублей, неважно, вообще сделать бесплатный доступ к какой-нибудь летней охоте, почему бы и нет, потому что типа эти кредиты, они все, ну не все 20% шли на турнир, но опять же, можно сделать подешевле, как бы, для меня это не особо дорого, но в любом случае можно сделать подешевле, можно сделать вообще бесплатно, вы можете написать обязательно в комментариях, и мы посмотрим ваши идеи, так что, друзья, мое мнение, что зимняя охота была удачным проектом, это было что-то новое в Warface, я получил много новых крутых видосов, уникального контента, что-то интересное, я реально играл быстрые игры, чтобы в Warboomy поиграть, слить свои попытки, ну в любом случае, я получил там 5 миллионов град новогодних, но ничего страшного, напишите обязательно, друзья, ваше мнение по поводу зимней охоты в комментариях, обязательно ваше мнение, стоит ли продолжать ту тему Warface, то есть нужна ли летняя охота, или не нужна, обязательно пишите, а лучший коммент занимает вот этот чувак, в этом ролике, поздравляю его, пишите, друзья, ваши комментарии, может быть, именно в следующем видео, именно вы попадете в видео, и похвастаетесь перед друзьями, или просто вам станет приятно, что вы попали в видео, обязательно, друзья, поддерживайте видео лайками, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, увидимся в новых роликах, друзья, спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи, и всем пока!